21 января 87 годовщина со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова Ленина. Мавзолей, который хранит его тело, появился на Красной площади уже спустя 6 дней. Он был деревянным, имел форму куба, увенчанного трехступенчатой пирамидой, и стал лишь временным прибежищем. Потом был еще один деревянный мавзолей, каменный же появился лишь в 30-м. И с тех пор он неотъемлемая часть главной площади страны. Мы все привыкли к нему и даже не подозреваем, какие тайны хранит такое простое с виду сооружение. С черного хода в мавзолей зашла Дарья Окунева. Ленин, точнее его мумия, с нами уже 87 лет. За это время мы так привыкли к мавзолею, без него и Красной площади сегодня не представишь, что перестали замечать очевидное. Исследователи убеждены, усыпальница вождя, построенная по проекту архитектора Щусева, один в один культовое сооружение халдеев древней Месопотамии – Зикурат. Конкурс на создание мавзолея был огромен. Пришло 117 проектов, и каждый из них куда больше соответствовал духу молодого советского государства. Но творение Щусева прошло вне конкурса. Тайна в том, что из 117 проектов мавзолея был выбран только один, который по ритуальным соображениям более устраивал создателей этого проекта. Красное с черным – священные цвета междуречия. Каждый выступ – пирамида мавзолея, ступень к небесам. А на самом верху – башенка. В древних городах Месопотамии ночами туда вводили жриц. Считалось, что к ним спускался Бог, и они зачинали детей, которые становились правителями городов. Сразу вопрос, зачем вот эта башенка на мавзолеи? Здание, в котором пролетариат должен был видеть вождя. А при чем тут бавилонский Зикурат? Между тем, мавзолей не просто на него походит. Имеет такие же числовые характеристики. 24 метра по фасаду, 12 метров в высоту. При проектировке усыпальницы вождя Ощусев использовал 12-ричную систему счета, принятую в Месопотамии. С древними языческими культами мавзолей связывает и его архитектурный план. Если говорить о плане и общей структуре, то это стандартная структура развернутого алтаря. Алтаря, характерного для языческих храмов Междуречия. Совпадение уже, которое по счету или нет, но именно с территориями Месопотамии, современного Ирака, большевики привезли и мрамор для мавзолея. Сооружение делалось в точном соответствии с заданием, с каким-то схемой, с каким-то рецептом. Что это за рецепт? Исследователи предполагают, с декуратными сапотами огромные машины для управления энергетическими потоками. Они строились в зонах силы, с древних времен обжитых, намоленных местах. А внутрь пирамид закладывался террафим, талисман, сделанный из мумифицированного тела. Задача террафима – выкачивать энергию из земли и всего живого, что его окружает. Поддерживается в состоянии квази-жизни то, что должно быть, то, что уже давно умерло. И для того, чтобы вот эта биологическая неестественная конструкция работала, нужно отнимать постоянную энергию у живых, здоровых людей. Согласно гипотезе, этой собранной террафимом энергии могли распоряжаться жрецы. С помощью декурата, недаром его форма так напоминает современные антенны, они транслировали энергетические потоки в тонкий мир, богам или духам, как они полагали, а взамен получали все, что пожелают – силу, власть и даже знания о будущем. По мнению следователей, не исключено, что большевики были в курсе мистических технологий. Существует гипотеза, что мавзолей построен как некая энергетическая воронка для поглощения огромного энергетического импульса, направленного в эту сторону. Недаром мавзолей был построен на месте силы, у стен Древнего Кремля, а руки вождя, как у террафима, сложены в сакральной позе. Левая вытянута по направлению ко входу, она как бы принимает энергию, правая – сжата в кулак. Но самая загадочная особенность мавзолея – его правый угол. Мало кто обращал внимания, но на его месте странная треугольная ниша, шипом посередине. Практически этот архитектурный ход никак не оправдан, эстетически нелеп. Между тем, обычно прямо над этой нишей располагался Осип Сталин во время демонстраций и парадов. А людские потоки всегда направлялись навстречу шипу, как бы под его прицел. От исторического музея к храму Василия Блаженного. Для удобства такого движения даже была снесена Иверская часовня у исторического музея и целый квартал исторической застройки у набережной Москвы-реки. Специалисты по биоэнергетике уверяют – внутренние углы способны поглощать энергию. Недаром балующегося ребенка ставят в угол, чтобы успокоился. А внешние, наоборот, способны энергию излучать, потому и не советуют садиться по углам стола. Но если ниша и шип Мавзолея – действительно прицел сложной энергетической машины, то ей должен кто-то управлять – шрец или оператор, чья рука всегда на курке. Пользовался активно вот этим Сталин. Сталин был знаком с величайшим оккультистом 20 века – Гуджиевым. Они воспринимали вот эту магию, колдовство, оккультизм не как какую-то религиозную традицию, а как технологию. Как технологию достижения своих целей, а вот каких мы можем только гадать. Страна просто была фактически, она была зомбирована. То есть мы еще в 20-е годы, мы имеем в России очень серьезную зарубежную оппозицию внутри страны. Все это бурлило. А потом раз, представьте, собрали 10 миллионов кулаков крестьянских семей, активных людей. Вот их собрали, и они, понурив голову, значит, их вывезли, отняли у них землю, ну, крестьян отняли землю, они, понурив голову, значит, без всякого сопротивления сдали землю. Наведение порчи. Что такое наведение порчи? Это снижение биологического ресурса у народа. Звучит пугающе, но сторонники этой версии уверяют – не надо бояться, нужно действовать. Что же делать с мумией Ленина? Отправить по назначению, откуда она приехала. То есть в вагоне пломбированном, назад в Швейцарию вернуть. Мумию, куколку, страшную, лакированную, с желтыми усами, нужно сжечь. Это будет самым честным и самым справедливым решением вопроса. Пожалуй, это уже чересчур. Но рано или поздно решение нужно будет принимать. Хотя бы для того, чтобы перестали множиться гипотезы, споры и небылицы вокруг тела, пусть и одиозного, но реально жившего, чувствовавшего и думавшего человека. Владимира Ульянова-Ленина. Дарья Окунева, Денис Андреевский, Ярослав Борисов. В центре событий.